Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ Новости. В студии для вас работает Айнур Мирханова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Из ЖТСУ с любовью в Нур-Султане состоялась первая после карантина региональная сельскохозяйственная ярмарка. Право открыть сезон досталось аграриям Алматинской области. С собой фермеры из ЖТСУ привезли 360 тонн продукции на общую сумму 160 миллионов. Какие товары пользуются наибольшим спросом у жителей главного города страны, расскажет Ануар Амангельдинов. Уже по старой доброй традиции ярмарка сельхозпроизводителей Алматинской области проводится в одном из самых оживленных мест столицы – вблизи торгового центра Ханшатыр. Несмотря на пасмурную и весьма холодную погоду, посетить ее изъявило желание огромное количество местных жителей и гостей. Продукты очень неплохие и в принципе и цены тоже приемлемые. Лучше, чем у нас в городе. Спасибо большое нашему правительству, что организовывают ярмарки, почаще надо делать. Так что и цены приемлемые. Хорошая продукция. У меня не высылает никакой критики, все нормально. Приемлемые цены, очень приемлемые. С утра вот подходим. Качество тоже. Это прям из сада. Сами понюхайте, какой аромат здесь от яблок идет. Очень приемлемо. Взял яблоки сразу оптом детям. Алматинский аппорт – это бренд. За ним и приходим. Высокий спрос среди жителей столицы не только на яблоки, но и на мед. Этот сладкий продукт под маркой «Сделано в ЖТСУ» уже давно завоевал славу на рынках страны. Наибольшее предпочтение отдается горному разнотравию. Сорт нашего меда «Горное разнотравие» в составе находится несколько сотен видов лекарственных трав и растений. В чем уникальность этих растений? Наши растения сохранили уникальный генетический код. Здесь мы продаем по ценам завода. В магазинах мы представлены различных супермаркетов. Там идет накрутка. Здесь люди могут приобрести по более выгодной цене. Привлекательность ярмарки заключается в огромном ассортименте. Здесь жители столицы могут найти продукты на любой вкус и цвет. Всего на территории расположились более 50 торговых лавок. Сельскохозяйственная ярмарка – это своего рода площадка возможностей. Для хозяйств, выставляющих продукцию впервые, это шанс прорекламировать свой товар. Поэтому каждый старается привезти все самое лучшее. С качеством продукции и ценами на ярмарке ознакомился Аким Столицы. Алтай Кульгинов дал высокую оценку работе житусульских аграриев. Огромная благодарность нашим коллегам. Как вы видите, спрос очень большой. С утра уже люди приходят, потому что традиционно знают, что здесь проходит. И самое главное, мы договорились, чтобы продукция продавалась по сниженной цене, ниже чем на рынках. Я думаю, для наших товаропроизводителей это хороший рынок для реализации. Потому что для жителей здесь цены на продукцию на 10-15% дешевле. И столичные жители привыкли к нашей продукции, ждут и всегда набирают очень много. У нас область большая, Алматинская. Поэтому, чтобы сюда доставить, Акимат области помог нашим крестьянским хозяйствам, транспортом. Мы сопровождали медицинскую помощь. Всего аграрии житусу привезли в столицу 360 тонн продукции на сумму 160 миллионов тенге. В итоге на ярмарке было представлено порядка 50 наименований сельскохозяйственных товаров. Ануар Амагельдинов, Габид Кабдрахман, телеканал ЖитСу. В выходные дни в Алматинской области вновь объявлен локдаун. Сегодня санитарные врачи совместно с представителями СМИ провели рейд по объектам общественного питания. Нарушений не выявлено. Как и положено, соблюдая постановление санитарного врача области, городские рестораны не работали. По словам сотрудников мониторинговой группы, на данный момент ситуация стабильна. Однако, еще недавно дела обстояли иначе. Буквально с 24 по 30 августа было выявлено 5 случаев нарушения санитарных правил. В местных кафе и ресторанах, несмотря на строгий запрет, проводились шумные застолья. Сватовство, козызоту. На бизнесменов-нарушителей уже наложены штрафы суммой около 600 тысяч тенге. Специалистами нашего управления было обнаружено 5 мероприятий. Это Кудалах, Той и такие мероприятия. Делается вызов 102, а потом отрабатыванные материалы поступают нам в управление, управление СС. И по отработанным материалам субъекты частного предпринимательства, а также, если они не имеются, если не являются субъектами частного предпринимательства, тогда, как физические лица, они привлекаются к административной ответственности. Статья 425, ч. 1, согласно административному кодексу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас компьютерная техника вообще важна для образования. И в дистанционном обучении сейчас, вы знаете, наверное, да, что у нас по дистанционному образованию есть платформы, и это будет способствовать пользованию этих платформ. И эти компьютеры довольно-таки, так скажем, мощные, и они будут способствовать хорошей работе и продуктивной работе ученикам. В Талдыкургане состоялась презентация разножанровых книг 14 писателей Семиречия. Основополагающими в антологии стали рассказы представителей старшего поколения, тех, кто внес значительный вклад в развитие казахской литературы. Мероприятие реализовано в рамках проекта «100 томов Житсуской библиотеки». Всего в этом году при поддержке Акима области издана 21 книга житсуцких авторов. В ближайшее время все эти произведения пополнят коллекцию 278 библиотек региона. По одному экземпляру выдадут и Центральным библиотекам городов Алматы и Нур-Султана. Выражаю свою признательность всем собравшимся здесь гостям и тем, кто оказал поддержку в выпуске книги. В писательском деле я уже 40 лет. И на своем примере хочу сказать, что без поддержки спонсоров сложно издать собственное детище. А благодаря инициативе нашего Акима сегодня мы наконец смогли показать миру свои творения. Спасибо еще раз большое. Желаю всем процветания и творческих успехов. Чтение – лучшее учение. Для жителей ЖТСУ открылся читальный зал под открытым небом. Акция стартовала в областном книгохранилище имени Сакена Сейфулина. Расширение границ учреждения, желание сотрудников вызвать читательский интерес у посетителей. Помимо литературы, посетителям представлена мини-выставка культурно-просветительского наследия великого Абая Кунанбаева. Отдельным стеллажом – сборники детской литературы. Это значительно расширит контингент, считают библиотекари. Чтобы однозначно увеличить прирост кинолюбов, в рамках акции «Летняя библиотека» в сентябре будут проводиться интеллектуальные игры. Отметим чтение на свежем воздухе, доступное ЖТСУ сам до наступления первых холодов. Совсем недавно в нашей библиотеке завершились наружные ремонтные работы. Воспользовавшись случаем, мы хотели поспособствовать разрядке обстановки в нелёгкие для всех нас времена. Чтобы хоть как-то разбавить рутинные дни наших жителей, создали вот такой летний читальный зал для горожан и жителей области в целом. Обустроено здесь всё для удобства посетителей. Также учтены все санитарные требования на 100%. Приглашаем всех книголюбов области вкусить плоды знаний посредством книжных носителей. Лётчики в небо. Силы воздушной обороны Казахстана продемонстрировали уровень своей боевой подготовки на прошедших учениях «Чистое небо-2020». На прочность проверились как навыки лётчиков и противовоздушной обороны страны, так и их уровень взаимодействия. Подробно расскажет Рустам Ралбаев. Оборона воздушных границ Отечества. Именно эта непростая задача ложится на плечи наших защитников, требуя от них максимальной отдачи. Самые крепкие и дисциплинированные бойцы проходят сложнейшее обучение, чтобы небо над нашими головами было чистым. В реальных боевых условиях силам воздушной обороны даются считанные минуты на обнаружение возможного противника, координацию действий нескольких военных структур и поднятие авиации в воздух. На прошедших учениях защитники на деле доказали готовность и соответствие выполнять поставленную задачу. На республиканском уровне проводилось совместное учение СВО и ПВО. Наши пилоты и инженеры прошли суровую подготовку, благодаря которой смогли показать на учениях высокий результат. Индивидуальные навыки и командная работа на высоком уровне. Пилоты отлично показали себя в воздухе, а инженеры и техники ПВО продемонстрировали хорошие навыки наведения на цель и исполнения других обязанностей. В ходе проведения учений «Чистое небо-2020» пилоты и силы противовоздушной обороны отрабатывали методы обнаружения, перехвата, сопровождения и в случае угрозы уничтожения воздушных целей потенциального противника. Действия оборонительных сил осуществлялись с нескольких аэродромов Казахстана и использованием беспилотных летательных аппаратов. Всего в учениях приняли участие более 2000 военнослужащих и около 20 единиц летательных аппаратов. Нами были выполнены сегодня 5 самолетов вылетов на самолетах Су-30СМ, новейшие истребители в Республике Казахстан. В процессе учения истребители выполнили успешный перехват целей и принудили их к посадке. По окончании учения нами было доложено об успешном выполнении боевой задачи. Это показало то, что наша авиационная часть сможет перехватить противника на удалении 300 км от аэродрома, успешно вернувшись на аэродром. Каждый, от пилота до связиста, не имеет права на ошибку. Защитники сумели показать полную готовность безупречно исполнять приказы командования. И не останавливаясь на достигнутом, проводят по несколько учебно-тренировочных вылитов в день, независимо от времени суток и метеоусловий. Рустам Аралбаев, Абзал Нусипов, Телеканал Читсу. В Шымкенте Тойхану переоборудовали под школу вместимостью на 2400 учеников. Инициатором кардинального решения стал шымкентский предприниматель. На реализацию своей идеи он потратил 300 миллионов тенге личных средств, передает Первый канал Евразия. Новая школа будет работать в инженерно-цифровом направлении. Наряду с основными предметами здесь будут преподавать робототехнику и IT-технологии. Поскольку школу открыли по проекту государственно-частного партнерства, в ней будут работать как бюджетные классы, так и платные с дополнительным образованием и индивидуальными занятиями. Полицейские предупреждают об опасности модного дорожного тренда, сообщает закон КИЗ. Казахстанские стражи порядка озабочены опасным увлечением молодежи. Автолюбители стали снова выезжать на встречную полосу забавы ради. Свои действия ради хайпа, не боясь и не стесняясь, выкладывают в соцсети. Дурной пример заразителен, говорят полицейские. В Казахстане в ДТП ежегодно гибнет порядка 15 тысяч человек. Статистика и без того печальная. Популярность ради лайка может обернуться трагедией и вряд ли принесет счастье виновнику аварии. Летающий автомобиль с человеком на борту испытали в Японии. Реализация проекта летающих автомобилей является одной из мировых корпораций японская компания SkyDrive, сообщает закон КИЗ. Во время тестирования испытуемый агрегат смог продержаться в воздухе в течение 4 минут. На данный момент время полета прототипа составляет максимум 10 минут. В ближайшем будущем его намерены увеличить до получаса. По замыслу разработчиков, летающие машины смогут успешно взлетать и приземляться на аэродромах, разгружая пробки на дорогах. Официальный запуск воздушного транспортного средства может состояться через 3 года. В сети появился трейлер драмы Цой. Сюжет картины – выдуманная история, произошедшая после гибели лидера группы кино Виктора Цоя в автокатастрофе. По замыслу режиссера с сюжетной линией главным героем картины станет водитель Икаруса Павел Шелест. На раскаленной трассе Талси-Слока в автобус Шелеста врезался москвич Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней. Примера фильма запланирована на 3 сентября. Это были все новости на сегодня, а я с вами прощаюсь. Приятных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова